Какие три основы у тех изменений, которые происходят сейчас? То есть на каких, собственно, китах стоит вот эта новая технологическая революция? Первая причина того, что произошло, это создание новых моделей машинного обучения. И здесь, конечно, прежде всего речь идет о глубоких нейронных сетях. То есть, ну, скажем так, очень многослойных нейронных сетях. И о определенных классах рекуррентных нейронных сетей. В принципе, модели эти появились еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Но достаточно долгое время их не удавалось эффективно применять из-за того, что были проблемы с обучением такого рода сетей. Ну и настоящий прорыв уже произошел в начале нулевых годов. Вторая причина того, что произошла вот эта вот небольшая технологическая революция, она заключается в том, что быстрее стало оборудование, которое мы используем при обучении такого рода моделей. И здесь дело не только в продолжающемся действии закона Мура, но и в том, что мы стали применять специализированное оборудование для обучения нейронных сетей. Сейчас главный стек, который используется при обучении нейронных сетей, это, в общем-то, видеокарты, графические процессоры. Но идет достаточно активно дрейф в сторону специализированных устройств. Мы сегодня об этом тоже немножко поговорим. Ну и третья причина, но не наименее значимая, это накопление огромных массивов данных, на которых мы сегодня можем учить модели машинного обучения. Если бы в 70-е годы, например, вы бы решили обучить какую-то модель пониманию каких-то семантических особенностей языка, то в ваших руках было бы ничтожное количество текстов в электронном виде. То есть объемы корпусов, которые были доступны вычислительным лингвистам, тогда они были смешны. Конечно, можно было бы там собрать студентов, пообещать им зачет, и они за год бодро бы «Войну и мир» набрали бы на клавиатуре, но это был бы не такой уж простой проект, затратный, а на выходе вы бы получили все равно текст, который по сравнению со всем многообразием языка, он на самом деле ничтожный, очень маленький. Сейчас благодаря интернету, благодаря промышленной автоматизации мы примерно за 2-4 года удваиваем количество данных, которыми обладает человечество. Это, в принципе, очень интересный момент. Каждый год в жизни человечества радикальным образом, вообще говоря, не похож на всю его предыдущую информационную историю. Вот этот слайд нужен не для того, чтобы его читать, он нужен для того, чтобы подавлять, потому что это просто некое неполное множество направлений, в которых машинное обучение, система искусственного интеллекта на сегодняшний день развиваются и находят свои применения. Здесь основной смысл заключается в том, что технологии машинного обучения, искусственного интеллекта, конечно, являются технологиями, претендующими на определенную фундаментальность. Именно в силу того, что эти технологии могут применяться практически в любом направлении человеческой деятельности. И вот в силу этого, конечно, это технологии, которые претендуют на то, чтобы достаточно радикальным образом изменить все наше общество. Ой, со шрифтами-то как все весело. Ну ладно. Ну, наверное, одна из самых знаменитых моделей, которая легла в основу той технологической революции в области машинного обучения, которую мы сейчас наблюдаем, это сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети возникли, в общем-то, под влиянием работ нейрофизиологов, которые изучали структуру сетчатки, структуру визуальной коры человеческого мозга. И именно благодаря этой модели удалось очень серьезно шагнуть вперед в деле распознавания образов. Ну, здесь на самом деле ситуация очень интересная, потому что в принципе появление сверточных нейронных сетей во многом повлияло на выстраивание вообще стека глубоких нейронных сетей. И вот эта вот идея о том, что нейронную сеть можно собирать из таких вот параметризованных слоев, из таких своеобразных кирпичиков лего, она оказалась очень продуктивной. То есть казалось, что это действительно очень годное решение проблемы о выборе оптимальной топологии для нейронной сети. И вот, собственно говоря, этот подход, он позволил достаточно эффективно решить целый ряд задач. Ну, исторически первая, значит, такая нашумевшая работа на тему практического применения сверточных нейронных сетей, это работа, написанная Яном Лекуном. И, значит, чем занимался Ян Лекун? Ну, он работал вот с таким очень популярным датасетом, который называется MNIST, M-N-I-S-T. И в нем просто содержится большое количество рукописных циферок, значит, определенным образом там уже промаркированных. И вот этим датасетом занимались на протяжении многих лет, и системы машинного обучения на нем показывали там порядок ошибок, там порядка 4-6%, то есть лучшие системы машинного обучения. С появлением сверточных нейронных сетей ошибка очень быстро, скачкообразно упала до параметров менее 1%. Ну вот более большое такое и серьезное испытание для системы распознавания образов – это ежегодные соревнования ImageNet, в которых машины должны для изображений с большим разрешением определить наличие на изображении объектов того или иного класса. Ну, там на самом деле небольшой набор объектов, то есть там кошка, человек и так далее, и так далее. И вот посмотрим, что происходило. В 2010 году, по сути дела, пришли на сцену распознавания образов всерьез многослойные сверточные модели нейросетевые. И вот в тот момент ошибка на датасете, которую использует ImageNet, она составляла 28%. И вот посмотрим, как год от года ошибка на этом датасете снижалась. То есть в 2014 год 7%, в 2015 год 4%. Считается, что в 2015 году был достигнут формальный паритет с людьми на вот этом наборе изображений. То есть считается, что люди примерно допускают такое же количество ошибок, чуть больше 4%. Сейчас вот последние показатели последнего года – это около 2% ошибка лучших моделей на этом датасете. При этом, что интересно, очень часто скептики говорят, что у вас прогресс-то, наверное, связан с тем, что у вас машины быстрее становятся. Вот на этом графике очень хорошо видно, что это не так, потому что, значит, вот по оси Y здесь отмечена точность модели, а, собственно, диаметр вот этого кружка – это количество синапсов нейронной сети. То есть мы видим, что целый ряд сравнительно маленьких сетей демонстрирует точность большую, чем там лучшие модели начала десятых годов. Сегодня при помощи нейросетевых моделей мы можем эффективно решать, вот, например, такие задачи – подписывание текстом на естественном языке изображения. То есть мы можем комбинировать системы для обработки естественного языка с темами распознавания изображений и, в общем, с приемлемым качеством при помощи такой модели получать текстовое описание изображения. Кто-нибудь видел такие картинки раньше? Это, на самом деле, очень интересный проект, который, как и многие проекты в сфере машинного обучения, был создан в недрах компании DeepMind, которая сейчас входит в холдинг Alphabet, то есть как бы является сестринской компанией Гугла. Значит, изначально, конечно, это был просто проект, в котором нейронная сеть распознавала собак на изображении. Вот. Ну вот разработчики DeepMind придумали довольно изящный способ. Оказывается, такую нейронную сеть можно в некотором роде вывернуть наизнанку и попробовать взглянуть на нее с другой стороны. Вот, допустим, мы засунули в нейросеть какую-то картинку, получили степень вероятности того, что на этой картинке есть собака. Это число от нуля до единицы. Например, 0,1. Попробуем теперь пойти по этой сети, наоборот, с выходного ее слоя на первый слой и как бы усиливать степень собачности изображения. То есть вот у нас на выходе там был 0,2. Будем считать, что мы хотим таким образом преобразовать картинку, чтобы как бы степень ее собачности была там равна единице. Вот. Будем, соответственно, двигаться по слоям сверченной сети справа налево. Ну и, соответственно, домножать значения в нейронах на коэффициенты некие усиливающие. Пропорционально весам сверточных ядер. И вот тогда на первом слое сети мы увидим картинку с усиленной степенью собачности с точки зрения этой нейросети. И вот из этого эксперимента родилось целое большое направление, которое называется перенос художественного стиля. И оно дало, скажем так, старт развитию современных генеративных моделей, основанных на, например, таком замечательном подходе, как генеративные состязательные сети. Ну вот тоже несколько картинок для демонстрации возможностей такого рода технологии. То есть мы можем обучить сетку на картинке, обучить ее стилю определенному, и затем перенести этот стиль на произвольное изображение, получить вот такой результат. Соответственно, этот же подход может быть использован, например, для раскраски черно-белых изображений, потому что достаточно просто набрать просто большое количество картинок, их обесцветить, соответственно, получить тех пары, и тренировать сеть, значит, восстанавливать цвет. На самом деле здесь, по сути, тот способ, который использует такого рода модель для раскраски объектов, основывается на том, что в обучающем датасете она уже видела похожие объекты и знает, какого цвета они могут быть. То есть ее способ, который она использует при раскрашивании, он достаточно напоминает то, как эту же раскраску выполняют люди. Но здесь, к сожалению, немножко у нас неконтрастно. Здесь вот слева это, собственно, черно-белая картинка, посередине это раскраска, которая выполнена сетью, и правый столбец это ground truth. То есть это настоящая раскраска, какие цвета были на самом деле. Ой, боже мой. Так. Значит, буду словами рассказывать. Не везет нам с PowerPoint. Хотя шрифты я вставил, между прочим, в эту презентацию. Не знаю, почему такой эффект. Вот. Значит, что происходит еще важного? Важный прогресс происходит в сфере тонких манипуляций, потому что это такое очень важное звено, которое связует систему машинного обучения с агентами, оперирующими непосредственно в физическом мире. Вот на сегодняшний день, несколько лет назад, появились системы, которые вот по тонкости своих манипуляций позволяют, например, выполнять такие операции, как вставить USB кабель в разъем. Вот. То есть это, в принципе, точность операции, которая достаточна при осуществлении очень многих робототехнических задач. Значит, большой прогресс в области распознавания речи. Значит, с распознаванием речи в 2015 году Microsoft активно включился в эту работу. И вот как раз в 2016 результаты были таковы, что опять же на публичном датасете, хорошо известном, было показано, что качество распознавания речи превзошло тот уровень, который демонстрировали профессиональные дикторы. Здесь есть, конечно, тонкость с этим результатом, потому что это не онлайн распознавание, то есть оно требует достаточно больших вычислительных ресурсов пока что. Но, тем не менее, значит, в эксперименте было показано достижение формального паритета с людьми на достаточно чистом, конечно, датасете, но тем не менее. Значит, большой прогресс в области машинного перевоза. Но мы на самом деле привыкли, что перевод-то все равно плохой. Он действительно пока что плоховат. Но, тем не менее, качество перевода постоянно улучшается. И вот Google в прошлом году внедрил в массовом порядке нейросетевые модели в Google Translate. И вот, например, на паре английский и китайский количество ошибок уменьшилось сразу на 60% примерно. Значит, что происходит еще важного? Дело в том, что машинное обучение в некотором роде стало кушать себя само, потому что, ну, долгое время, скажем, подбором архитектур конкретных нейронных сетей занимались специалисты. То есть вообще до сих пор, ну, как бы в массовом порядке. И, кстати, работа специалистов по машинному обучению – это очень часто эксперименты с разными топологиями сетей, направленные на то, чтобы, значит, создать модель с наибольшей предсказательной способностью. Оказалось, что вот эту задачу подбора оптимальной топологии нейронной сети, ее тоже можно автоматизировать. То есть можно создать систему машинного обучения, которая будет заменять человека в задачи подбора оптимальной топологии нейронной сети. Значит, вообще в Google этим занимается подразделение, которое называется Google Brain. И вот в прошлом году они выпустили сразу три очень важных ключевых работы в этом направлении. Оно называется AutoML. Ну, здесь вот одна из них представлена. Здесь генетический алгоритм использовался для того, чтобы подбирать топологию сети. Ну и вот было показано, что такого рода алгоритм позволяет выстраивать сеть, которая не уступает лучшим образцам сетей, созданных инженерами вручную. Ну, задача распознавания картинок. То же самое датасет называется CIFAR. Ну, вот это CIFAR-10. То есть есть 10 объектов, видах объектов. Самолет, автомобиль, птица, кошка, олень, собака, лягушка, лошадь, корабль, грузовик. Вот. И есть еще второй датасет CIFAR-100 называется. Там есть, соответственно, 10 классов, таких больших классов. И в каждом из этих классов есть еще 10, как бы, типов объектов. То есть всего получается 100 типов объектов. И вот сеть, которая создана при помощи AutoML, она вот на ней показывает, что там точность распознавания 77%, что, в общем, большинство вручную созданных моделей для этого датасета превосходит. С синтезом речи достаточно большой прогресс. В позапрошлом году Google опубликовал, ну, точнее, не Google, а DeepMind, опубликовал работу, которая называется WaveNet. Это специальная нейростевая архитектура для синтеза речи. Достаточно активно с этого момента пошло развитие соответствующих архитектур. Значит, появилась архитектура Tocatron, опять же, созданная DeepMind. Сейчас уже вторая версия Tocatron появилась. Вот моя группа занималась, среди прочего, тем, что воспроизводила по публикациям Google работу такой сетки. Ну и, соответственно, компания Baidu тоже предложила свою систему, причем в данном случае это даже онлайн синтез, то есть синтез речи в реальном времени за счет оптимизации некоторых частей этой сетки. Ну вот я думаю, что можно даже послушать несколько сэмплов, попробовать. She can scoop these things into three red bags and we will go meet her Wednesday at the train station. Ну давайте все последовательно послушаем. Это вот как раз... Some have accepted it as a miracle without physical explanation. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. Важно понимать, что многие из тех решений, которые сейчас требуют достаточно дорогостоящего, специализированного железа, скоро все равно придут в пользовательский сегмент. Дело в том, что практически все производители компьютерных процессоров ввязались на сегодняшний момент в гонку по созданию специализированных процессоров для задач обучения нейронных сетей. Значит, что здесь происходит? Ну, во-первых, компания Intel, вообще говоря, поскольку она не успела к разделу мобильного пирога, она фактически на сегодняшний день сделала все ставки на направления, связанные с машинным обучением. И компания Intel расформировала свою большую команду, которая называется Core Team. Это, вообще говоря, одна из самых козырных в истории Intel команд, которая все время создала архитектуру Core 2 Duo, на которой основаны более поздние интеловские архитектуры, успешные. Значит, эта команда была расформирована для того, чтобы заняться проектами в сфере создания специализированных чипов для машинного обучения. И у Intel есть целых три проекта. Один проект — это проект Лойхи, это нейроморфный чип, так называемый, который основан не совсем на привычных нам нейронных сетях, а на импульсных нейронных сетях, Spike and Neural Networks. Сегодня еще коротко о них скажу. Ну, проект Nirvana — это, в общем-то, чип для обычных нейронных сетей. Ну и вот еще, собственно, одна покупочка компании стартапа, которая делает процессор Miriat X. Значит, ну вот посмотрим, что из этого взлетит, но средства вкладываются достаточно серьезно в этом направлении. У компании IBM есть сейчас уже такой старый проект, начатый еще в 2010 году, который называется TrueNord. И сейчас вышла в прошлом году очередная версия этого чипа. Значит, вот на второй версии TrueNord был миллион эмулируемых нейронов, 256 миллионов эмулируемых синапсов. Значит, соответственно, в четыре раза еще масштаб сейчас в третьей версии увеличился. У Google есть тоже своя железка, она называется Tensor Processing Unit. Сейчас вторая ее версия вышла доступно внешним пользователям в облаке, в пользовательском сегменте пока не представлено. Фактически это на настоящий момент, ну, по оценкам специалистов, наверное, самая мощная железка, используемая для обучения нейронных сетей, 280 терафлопов на одной плате. Значит, по сообщениям прессе есть совместный проект Facebook и Qualcomm. Ну, об этом CNBC писала, да, то есть официального подтверждения не было, но источник такой достаточно серьезный. NVIDIA развивает линейку Вольта. Опять же, это видеокарты, специально заточенные на обучении нейронных сетей. То есть они содержат в себе специализированные тензорные ядра, которые совершенно очевидно для чего применяются. Ну и, собственно, поговаривают, опять же, о совместном проекте AMD и Tesla. Это означает, что в течение нескольких лет в пользовательском сегменте должны появиться устройства, которые по разным прикидкам будут ускорять обучение нейронных сетей от сотни до тысячи раз. Поэтому те задачи, которые сейчас требуют привлечения специализированного дорогого оборудования, завтра будут достаточно легко решаться на пользовательских устройствах. К чему приводит развитие всех этих технологий, к чему должно привести? Вот Маше Варди, это профессор вычислительной инженерии и директор Института информационных технологий Кена Кеннеди при университете Райса, он считает, что более 50% жителей Земли станут в результате этого технологического переворота безработными. Боже мой. Да, ребята уже восстали. Ну, понимаете, вот здесь была попытка привести конкретный пример технологий, но я сейчас попробую как бы это, по памяти больше рассказать. Вот смотрите, в 2011 году появляются появляются новые модели для обработки естественного языка. Это Word Embedding, работы Томаша Миколова, хорошо известная сейчас Word2Vec. появление вот этой технологии, ее комбинация с рекуррентными нейронными сетями позволяет создавать эффективные интенсионные модели. Что такое интенсионные модели? Ну вот вам нужно, например, понимать смысл сказанного. Вот у вас есть робот, который задает человеку вопрос, и человек на этот вопрос говорит на естественном языке. Вам нужно дальше понять смысл этого ответа, смысл сказанного. То есть, допустим, вы общаетесь по скрипту, значит, вот у вас есть там 10 веток, куда вы можете по скрипту перейти. Вам нужно понять, в какую именно ветку вам нужно перейти, услышав вот эту фразу. Вот модели, которые сейчас используются в технологическом стеке для решения таких проблем, они возникли, были описаны в 2011 году. Значит, системы распознавания речи, которые достигают сопоставимого с людьми качества распознавания, появились, как мы уже говорили, в 2016. 2016-2017 год, появление систем для синтеза реалистичной речи, не уступающей по качеству человеческой. И вот 2017 год, появление первых прототипов и запуск продакшн, систем, которые предназначены для замены операторов колл-центров в некоторых определенных сферах. Вот моя группа занимается как раз разработкой такого решения, ну и, собственно, не только разработкой, а эксплуатацией его, потому что в прошлом году мы его в середине года запустили в массовый продакшн. Вот. Значит, вот это решение, оно в себе собирает вот эти технологии, которые были созданы вот в этот промежуток времени, с 2011 по 2017 год. И фактически на сегодняшний день такого рода решение, оно уже приводит к тому, что люди с этих позиций смещаются. То есть первый звонок должнику банка сейчас, в случае той организации, где я работаю, 10% звонков должнику первых звонков совершают роботы, до конца этого года это будет 90%. Вот. Значит, соответственно, понятно, что это решение, оно в действительности содержит в себе целый ряд технологических ограничений. То есть все равно у вас все будет не идеально. Будут проблемы, будут определенные сложности с внедрением таких решений и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы вот из набора из стека академических исследований сделать работающую систему, конечно, вам потребуются серьезные дорогие инженерные кадры для того, чтобы это сделать. Но по факту, вот у нас есть конечный показатель, бизнес-метрика. Сколько стоит робот-оператор? Вот какова себестоимость его эксплуатации? Стоит он примерно в 6 раз меньше, чем человек-оператор. Причем человек-оператор, работающий не в Москве, а работающий в Орле, где средняя зарплата на уровне 20 тысяч. И при этом по бизнес-метрикам, то есть сколько он взыскивает, он лучше сейчас, чем 62% людей-операторов. То есть, конечно же, есть много людей, которые работают лучше робота на первом звонке. Их там почти 40%. Но тем не менее, он работает лучше, чем среднестатистический оператор. И здесь штука в том, что это просто такой сегмент, это первый звонок. И человек там уже не заведен сам до уровня робота. У него есть скрипт, по которому он общается с клиентом. И здесь как бы само напрашивается такого рода решение. Значит, соответственно, что будет происходить здесь в технологическом стеке? Люди будут вытесняться из тех сфер, в которых работа наиболее рутинная, и в которых при помощи вот этого набора технологий, который я так вот кратенько описал, можно создать систему для замены человека. И прежде всего это, естественно, будет происходить там, где заняты сразу большие объемы человеческого труда. То есть, вот смотрите, какие факторы влияют. Я тут даже и не смогу прочитать, что я тут написал. В общем, шаблонность и однообразие выполняемых операций, значит, это важный момент для того, чтобы профессия была под угрозой ее замещения. Второе на самом деле – это наличие стандартизированных интерфейсов. То есть, если у вас есть, значит, понятные точки интеграции, у вас есть, например, юрист, который подготавливает пакеты документов в суд, и у него есть простой интерфейс, которым он пользуется, там, с ФССП. Это там либо готовые API, либо там, не знаю, даже просто почта, куда он отправляет каждый день вот эти пакеты документов. Вот. Вот если как бы само по себе взаимодействие с внешними частями процесса, оно стандартизовано, то это тоже очень важный как бы аргумент в пользу возможной автоматизации такого рода работы. Ну и третье – это, естественно, наличие массивов данных, накопленных по поводу, значит, выполняемых операций по этому бизнес-процессу. Потому что эти массивы, они используются для обучения. Скажем, у нас, естественно, на входе тоже были очень большие массивы, которые мы использовали. Мы в день делаем там 200-250 тысяч разговоров с клиентами. Все это записывается, никуда не удаляется и так далее. Вот. Такой как бы датасет, он очень хорош с точки зрения того, чтобы на нем сделать качественное распознавание речи, чтобы создать систему, которая способна потом прослушать эти разговоры и построить, например, заготовку скрипта автоматически за счет сентенс-эмбиддинга. То есть построить вам граф общения автоматически, не заставлять людей его рисовать вручную. В случае какого-нибудь телемаркетинга это может быть не критично, а в случае, например, если вы хотите автоматировать справочную службу, у вас там будет очень много вопросов обсуждаться вручную, такой скрипт рисовать тяжело, и там вы накосячите, наверное. А вот взять за несколько лет историю общения клиентов с саппортом и, соответственно, простроить автоматический граф этого общения, вот как бы это вполне рабочий подход. Ну и, соответственно, у вас там есть, слава богу, какие-то бизнесовые метрики, опять же, историческом их развертывании. Вы можете сразу же закладывать в робота возможность действовать наиболее эффективным образом, зная, что вот такого рода маршрут в диалоге он приводит к лучшим бизнес-показателям. То есть у вас система еще и будет учиться на вот этом вот опыте, который у вас есть. Ну, я вот такой нарисовал условную картинку с некоторыми пояснениями, почему одни профессии окажутся под влиянием автоматизации в ближайшее время. Значит, ну, первая как бы категория, вот первая такая группа риска – это такие профессии, в которых у вас технологии позволяют в настоящий момент уже эту работу более-менее полноценно автоматизировать, и при этом нету ни серьезных, ни законодательных, ни инженерных препятствий для того, чтобы эту автоматизацию производить. Фактически вот эти профессии, они в настоящий момент уже находятся под угрозой или уже активно заменяются. Ну, про оператора колл-центра я немножко сказал, работник склада, например. Посмотрим, компания Amazon, в настоящий момент уже восьмое поколение автоматизированных складов вводит эксплуатацию. В Москве тоже есть большое количество компаний, которые занимаются строительством автоматизированных складов по заказам крупных логистических компаний. Фактически складская работа, да, у вас как бы есть тележки, есть логистический ИИ, который управляет их перемещением. Ну, про амазоновский проект немножко на одном из более поздних слайдов покажу поподробнее. Продавец. Ну, продавец здесь история такая множественная. То есть, с одной стороны, это вендинговые автоматы, например, которых становится все больше. С другой стороны, это автоматизация, полноценная автоматизация супермаркетов. Ну, и в-третьих, опять же, это онлайн-покупки. Они тоже, на самом деле, приводят к вытеснению людей из сферы продаж. Клерк-юрист. Ну, понятно, что когда там говорят о замене юристов роботами, не имеют в виду, что у вас там, не знаю, какого-нибудь там адвоката заменит робот на процессе завтра. Но огромное количество людей в юридической сфере занято как раз подготовкой пакетов документов, достаточно шаблонной. И в настоящий момент, конечно, опять же, вам не нужно какое-то мега чудесное решение. Если у вас есть какое-нибудь массовое, например, приказное производство, вы легко там можете уже скриптовой машиной заменить человека. Вторая категория — это такие профессии, в которых у нас либо есть еще какие-то инженерные сложности, значит, не до конца решенные, либо есть законодательные препоны, которые не позволяют осуществить широкое внедрение машин в этой сфере. Но, скорее всего, эти ограничения будут преодолены в сравнительно короткий горизонт. То есть это менее 10 лет. Водитель. Здесь технологические решения есть достаточно зрелые. У них есть еще какое-то количество небольших недочетов, но накоплена статистика уже достаточно большая по движениям Google Car, по движениям Tesla в беспилотном режиме. В нескольких штатах разрешено использование беспилотных автомобилей. Но это Калифорния, это Невада. В первую очередь, в Неваде грузовики испытывают достаточно активно беспилотные. Опять же, здесь замена людей будет зависеть очень во многом от законодательной базы, а законодательная база, ну, тут сложно сказать, что будет происходить, то есть, какую позицию будут занимать в этом плане власти. Но экономическая целесообразность такой замены уже есть. Особенно и в первую очередь в грузовых перевозках, потому что системы, управляемые искусственным интеллектом, позволяют, например, сделать сразу большой автопоезд, то есть, несколько грузовиков движется друг за другом на очень маленькой дистанции, как раз машины позволяют такую короткую дистанцию содержать, и за счет этого сильно снижается расход топлива, за счет чисто аэродинамических эффектов. Значит, ну, комбайнер, опять же, понятно, что, значит, есть определенные там инженерные сложности с тем, чтобы сделать систему, ну, не просто рабочей, но и недорогой в эксплуатации, да, то есть технологически мы сделать можем, но, наверное, пока вопрос, как это, насколько это будет удобно сопровождать. Значит, ну, среднесрочные перспективы и профессии, которые как бы непосредственно вряд ли будут заменены в среднесрочной перспективе, но они серьезно пострадают за счет роста производительности труда. То есть нужно понимать, что, например, прогресс в области машинного перевода не позволяет нам рассчитывать на то, что там ближайшие, там, не знаю, лет пять у нас появятся системы, которые, ну, всерьез смогут соревноваться с людьми-переводчиками. Но такого рода системы, они очень сильно ускоряют работу людей-переводчиков. То есть там, где раньше вам нужно было бы там 50, переводчиков, теперь вам их нужно будет 5. То есть потому что их работа, она будет сведена к тому, чтобы за машиной подправить те косяки, которые она допустит. Вот. И в ряде случаев вот видно, что происходит, допустим, там, преподавание, да. Ну, машина не заменит преподавателя, да, но преподавателя заменяют там онлайн-курсы и определенные системы, которые позволяют там отвечать на простой набор вопросов, на человека будет попадать там уже какие-то более сложные ситуации и какая-то уже индивидуальная работа с преподавателями. Секретарь. То, что раньше делал секретарь, теперь там может делать голосовой помощник или какой-то еще сервис, онлайн-сервис. И вы теперь, вам теперь удобнее это делать, теперь, соответственно, людей, занятых этой работой, там тоже становится меньше. Солдат, полицейский, ну, тут все, в общем, более-менее тоже понятно. Бухгалтерия. Опять же, бухгалтерия никуда не исчезнет, как таковая, да, но целый ряд процессов будет автоматизирован. Опять же, вам нужно будет просто банально меньше людей в бухгалтерии. Уборка. Ну, робот-пылесос, да, он не может там сложно им выполнять операции, опять же, но он в состоянии там убрать большой зал, ровной поверхностью убрать, после него останется только там протереть что-нибудь. Вот. Промышленный рабочий и так далее. Значит, с другой стороны, конечно, революция в области машинного обучения, она создает новые профессии. И кое-кто, конечно, становится бенефициаром этих всех изменений. Ну, понятно, что если все хотят себе систему с использованием искусственного интеллекта машинного обучения, то, наверное, специалисты по созданию таких систем будут востребованы. Data scientist. Здесь вот нужно понимать, что изрядная доля работы, большая часть общей работы, это работа по подготовке данных для обучения моделей. И в среднем, наверное, по статистике у специалистов по машинному обучению до 90% времени уходит именно на работу с данными. А на, собственно, подборы обучения модели уходит, может быть, оставшиеся 10% времени. Ну, вот это интересный такой пример. Цифровой адвокат. Есть такая проблема, которая называется проблема цифрового тайного суда. Она заключается в том, что мы, вообще говоря, создали уже очень много прикладных систем искусственного интеллекта, которые принимают кучу решений, всерьез затрагивающих человеческую жизнь. Ну, классический пример – это система, которая принимает решения о выдаче кредита в банке. Вообще, от этого кредита жизнь человека может очень сильно зависеть. Сможет ли он купить дом, сможет ли он детям образование обеспечить и так далее. За кулисами принятия этого решения есть некоторая модель цифровая, которая защищена, вообще говоря, законом о коммерческой тайне. То есть человек, в отношении которого эта модель принимает решение, не имеет права ни знать, каким образом устроена эта модель. Вообще, такие модели относятся к категории наиболее сильно защищаемой банковской тайны. Не получить даже информацию о том, какие именно данные принимаются в расчет об этом человеке при принятии решения. И мы понимаем, что такие модели, они не только в банках внедряются, они внедряются, например, в кадровых службах. Конечно, любая кадровая служба заинтересована в том, чтобы повысить качество принятия кадровых решений. Это модели, которые используются в охране общественного порядка. Скажем, в Китае сейчас активно обкатываются в нескольких провинциях системы, которые распознают лица всех прохожих, ну и, соответственно, ищут среди них преступников, находящихся в розыске. И так далее, и так далее, и так далее. И, по сути дела, вот эти модели, их создание, их обучение, оно никак не регламентируется, никак не регулируется. И в определенный момент могут возникнуть проблемы. Проблемы могут возникнуть, например, когда мы обучали модель на решениях экспертов, а эксперты были, ну, например, у них были какие-то предрассудки, предрассудки там расовые, гендерные, какие угодно. И модель машинного обучения, обученная на решениях таких экспертов, она будет просто добросовестно воспроизводить эти самые предрассудки в своих решениях. Не говоря уже о том, что могут просто быть допущены дефекты в данных. То есть вашу фамилию с ошибкой сохранили в информационной системе, теперь вы не можете снять своего счета деньги. Ваш телефон по ошибке добавили в список телефонов-должников банка, и теперь вам звонит робот-коллектор и требует от вас, чтобы вы погасили этот долг. Эти проблемы на самом деле будут множиться. Они будут множиться, и ответом на них будет создание отрасли, которая будет защищать людей в этой сфере. Неизбежно должны появиться специалисты, неизбежно должны появиться компании, которые специализируются на том, чтобы отстаивать интересы людей в такого рода ситуациях. То есть если вам не удалось решить с компанией, которая допустила в отношении вас ошибку, не знаю, все банки отказывают вам от получения кредита, хотя вроде бы у вас ничего там плохого нет, значит, ну должна появиться там неизбежная юридическая компания, которая будет на такого рода ситуациях специализироваться, то есть будет иметь сразу выходы на финансовые компании, будет иметь инструменты воздействия через публичное поле, например, путем озвучивания каких-то проблем клиентов, которые там банки не хотят по какой-то причине решать или не могут решить. Ну и так далее, и так далее. То есть это на самом деле вот интересно такое перспективное направление, которое сейчас возникает. Специалисты по безопасности искусственного интеллекта. Опять же, значит, чем сложнее становится информационная система, чем больше в них появляется интеллект, и тем больше появляется проблем с безопасностью при эксплуатации таких систем. Тут речь не идет о том, что, значит, там SkyNet захватит нас всех, да, то есть не о такого рода опасностях. Есть куда больше всяких вполне себе реальных опасностей. Например, в 80-е годы аппарат для лучевой терапии, это РАК-25, из-за дефекта в программном коде убил 7 человек. Из-за того, что было несколько багов допущено, из-за того, что люди не умели там в мультитрейдинг правильно. Вот как бы реальный эффект, который был получен. То есть, если у нас на улицах появятся автоматические автомобили, если у нас появится другого рода система, управляемая искусственным интеллектом, кто-то должен будет работать с этими рисками, создавать соответствующие протоколы, соответствующие инструменты для тестирования такого рода систем. И это тоже перспективное направление. Механизм формирования нового запроса на специалиста. Ну ладно, я уже про это рассказал более-менее. Сейчас прям быстро-быстро пробежимся по нескольким примерам профессий. Бухгалтер. Ну вот в бухгалтерии никто не задумывается, что когда-то раньше, до того, как появились электронные вычислительные машины, те массовые вычисления, которые в экономике осуществлялись, они осуществлялись людьми. То есть создавались огромные коллективы людей-счетчиков, которые работали по специальной технологии для того, чтобы выполнять сложные расчеты. В области экономики, в области учета, в области науки. Но в данном случае это, кстати говоря, коллектив людей, который занимался расчетами для манхэттенского проекта. То есть вот видите, девушки сидят рядами, значит им на вход подаются карточки с числами. Каждая из них при помощи арифмометра выполняет расчет, передает карточку в следующий ряд, там, соответственно, тоже выполняется определенный расчет. Ну и так далее, и так далее. Такая вот сложная матричная операция коллективом людей может быть выполнена. Были созданы весьма изощренные технологии осуществления этих расчетов. И есть целая книжка, посвященная им, называется «Когда компьютерами были люди». И вот этих людей больше не стало. То есть с появлением электронно-учислительных машин эти рабочие места исчезли. И ведь обратите внимание, что здесь важно. Важно, что не обязательно автоматизация захватывает собой наименее квалифицированных специалистов. То есть у автоматизации своя логика. Кое-что из того, что для машины является простым, для людей является сложным. И наоборот. То, что для людей является сложным, может оказаться простым для машины. И вот люди, которые были заняты в этих вычислениях, они на самом деле были образованными людьми. И людьми достаточно высокое положение, занимающими в иерархии трудовой. И тем не менее они оказались очень быстро заменены на машины. И вот бухгалтерия – это тоже люди, которые в настоящий момент выполняют некоторое количество рутинных операций. И благодаря системам, которые позволят нам собирать, например, первичные данные в бухгалтерии эффективно, оно сразу же приведет к уполовиниванию людей в этой сфере. И вот нужно понимать, что это может произойти практически в любой момент. Ну, про водителей я сказал немножко. Значит, Tesla, Google. Ну, это вот Daimler-овский проект с автоматизированными грузовиками, как раз, который я упоминал. Значит, тут все более-менее понятно. На речном морском транспорте то же самое. Там, возможно, задача оказывается даже более простой технологически, потому что речное движение менее интенсивное, чем дорожное. Ну, как бы немножко меньше, наверное, спрос в настоящий момент времени на речной транспорт. Но, тем не менее, есть города, в которых речной транспорт является одним из основных. Вот, например, Амстердам. И вот мы видим, что в Амстердаме есть большой проект по созданию беспилотной системы для транспортировки людей и грузов по каналам. В морском транспорте, в общем-то, происходит примерно то же самое. Если сравнить современный корабль с кораблем с 40-х годов по количеству людей, которые входят в его команду, то в ряде случаев это десятикратное сокращение. Кладовщик. Ну, вот я упоминал Амазон. Амазон купила компанию Kiva Systems. У них есть маленькие такие тележки. Каждая тележка может перевозить там около 300 килограмм груза. Вот здесь как раз нарисована такая тележка. И склад, он, собственно, построен на основе единого логистического ИИ, который просто в зоне погрузки берет товары, автоматически их раскладывает в свободные места и по, соответственно, запросу извлекает их. Люди не участвуют в этом процессе никак. То есть машины сами выбирают место, где должен быть товар складирован. И все. Значит, что интересного, значит, Амазон хочет приделать к этой складской системе систему доставки грузов при помощи дронов. Вот. И технологические у них решения есть, но, значит, им нужно только разрешение от властей штата на транспортировку грузов при помощи дронов. И вот тут они натолкнулись на сопротивление со стороны политиков. Потому что политики понимают, что по рынку труда это нанесет удар достаточно мощный. Поэтому они сказали Амазон так. То есть мы вам разрешим доставлять ваши грузы дронами, если вы не сократите ни одного сотрудника при этом. Вот. То есть вот интересный пример того, как на самом деле автоматизация не происходит не потому, что технологии не позволяют это сделать, но, в общем, совсем по другим причинам. Ну, космос. Понятно, что это изначально целое направление, в котором машины, значит, конкурировали с людьми, потому что ясно, что человек очень хрупкое создание, с трудом переносит низкие и высокие температуры, слишком большие ускорения, отсутствие кислорода и так далее, и так далее. Вот. Ну, так, конечно, в порядке шутки, но, тем не менее, допустим, проекты сейчас колонизации Луны, которые рассматриваются, они прежде всего в своей основе содержат систему для автоматического развертывания строительства базы без участия людей. Ну, вот про доставку. Доставка. Про Амазон я сказал несколько слов. Ну, вот есть и всякие альтернативные решения. Это в Лондоне испытывается такая система для быстрых тележек, которые возят грузы. У нас тоже есть вот забавные такие рекламные проектики про то, что можно пиццу дронами доставлять. Uber испытывает аэротакси, VTOL, соответственно, тоже беспилотное. В принципе, появление аккумуляторов большой мощности открывает дорогу для грузоподъемных электрических дронов. Естественно, без пилота, потому что пилот слишком тяжелый. Ну, это такой смешной проектик, как заменить медсестер и медбратьев при переносе маломобильных больных в Японии. Ну, про оператора колл-центра уже я рассказал вам. Повар, ну, это вот есть, например, такой стартап, где повар автоматизированный скачивает с Викихао сам рецепт и по ним, собственно, готовит блюда. Но есть много, на самом деле, куда более практичных решений. Например, те же суши-роботы, которые в Японии с конца 70-х годов эксплуатируются. Но это, на самом деле, люди, которых не заменят. Вы понимаете. Но технически можно. Технически можно. То есть система для кибернетического управления государством разработана. Есть весьма интересные проекты. Ну, продавцы, ясно, вендинговые автоматы, автоматизированные супермаркеты. Я вот в Стокгольме был в таком супермаркете. Довольно удобно, на самом деле, ты набираешь сам товар и просто в корзинку, и в конце расплачиваешься по карте. Соответственно, там просто есть один охранник, который следит, что там ничего не воровали, и все. Продавцов нет. Так, коротенькое видео. Давайте кликнем по нему. Современный сборочный конвейер автозавода. А в данном случае это Киа. Фактически у конвейера людей не осталось в данном случае. Киа. 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 Ну ладно, на самом деле можно долго смотреть. На ютюбе есть куча таких роликов. Сервисные работы в офисе. Значит, роботы предназначены для обслуживания 3D-принтеров. Есть вот такой проектик. При помощи достаточно точных манипуляторов можно целый ряд таких операций, стыкующих между собой несколько автоматизированных решений поднимать. С секретарем все понятно. Есть голосовые помощники, которые постепенно развиваются, становятся умнее и начинают уметь выполнять все больше полезных операций. Ну это вот уже очень интересные проекты в этой области, которые вызвали, конечно, очень такое живое обсуждение. Ну это вот ROXY такой, значит, проект. Сейчас вроде бы уже в розничной продаже имеется. Ну не буду останавливаться. Мужской вариант тоже есть. Солдаты. Ну понятно, что есть телеуправляемых, куча всяких машин. Но вот вопрос, а что делать телеуправляемой машине в случае, если утрачена связь с оператором, я думаю, что хотя эти разработки, конечно, засекречены, мы не знаем их деталей, но вот чисто исходя из инженерных соображений, конечно, такие машины наверняка уже сегодня оснащаются алгоритмами, которые в условиях утраты связи с управляющим центром должны машине что-то командовать делать. Ну хотя бы взорвать себя, да, заехать к рогам и подорвать себя. Может быть что-то и более сложное. Ну вот если 3-4 года назад мне кто-то стучался в друзья в фейсбуке, я мог сравнительно быстро понять, человек это или робот. Сейчас уже в большинстве случаев мне очень жалко уже времени, потому что они умеют и в чатике отвечать, и в общем вести какой-то псевдоразумный диалог. И профили у них такие хорошие, и комменты они пишут, и мои друзья у них в друзьях уже как бы чудесным образом оказались. Ну вот на самом деле смотреть за игрой шахматных программ очень увлекательно, и между прочим, в настоящий момент за счет развития киберспорта, за счет развития всякого рода таких зрелищ, какое-то количество работы от спортсменов тоже идет машинам. Почему нет? Строительство домов, ну вот 3D-печать при изготовлении домов, автоматизация строительства, тоже это все. Есть целый ряд стартапов, посвященных этому. Торговые посредники. Огромное количество людей было занято в торгово-посреднических операциях. За счет появления торговых онлайн-платформ цепочки между производителем и покупателем сейчас очень сократились. Фактически у нас там есть один посредник. И это автоматизированная система. Ну, про уборку тоже я немножко говорил. Обучение. Ну, конечно, заменить хирурга нельзя, опять же, да? И не скоро будет можно. Но можно сократить количество ассистентов при операции. И вот система DaVinci, она это очень хорошо показывает. То есть там, где раньше для выполнения операции врачу нужно было там 4-6 ассистентов, теперь он может в одиночку выполнять такую операцию или с одним ассистентом. В общем, многое на самом деле из того, что вы видели в этой презентации, наверняка кажется непрактичным. И много где у нас примерно таких вещей будет. И несколько подроссеется оптимизм технологический. Но я думаю, что тем не менее вектор, конечно, на замену людей будет продолжаться. Не все произойдет так быстро, как кажется. Не все будет так здорово. Но, тем не менее, прогресс, конечно, не остановишь. И как-то надо нам с этим жить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ